Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала. С вами Дайф, и мы продолжаем наше выживание строительства в реалистичной катаклизме моего кораблика. В общем, сегодня мы, думаю, доварим и допилим, и много чего еще интересного сделаем. Но от меня там кусок базы улетает, поэтому мы его сейчас по-быстренькому пильнем. Где у меня резачок? Вот таким. Чтобы за ним не гоняться, плюс мне нужно сделать обязательно платформу. Обязательно надо сделать платформу. И астероиды к нам вернулись, будем надеяться, мне по моей ноге не настучит. Что это? А, о, какая камера бешеная. Терять столько ускорителей я, само собой, не хочу. Будем надеяться, не очень громко. Вот после планеты ужасно, просто ужасно, ребятушки, заходить вот в космос. Это просто очень-очень разница огромная по громкости. Он потихонечку улетает, но нам самое главное, самые вкусные спилить, а остальное как бы и фиг бы на него. И вот меня что еще немножко поражает, ребятушки, то, что скорость резаков намного ниже, чем вот я рукой бы пилил. Это вот бред полный, если честно. Так, вот, инбаунд летит, он уже близко. Не шмякнуться бы в астероид. Вот эти антенки нам обязательно нужны, антенки это всегда вкусно. Так, еще трастер есть. Сейчас посмотрим, насколько я везучий, даст мне по голове, нет? Вы представляете, шесть резаков режут и вот с такой вот скоростью. То есть кины никак не могут заставить людей пользоваться резаками, а не руками. Так, в эту сторону плет... Эй, 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 игра, фу, фу-фу-фу-фу такой быть. Ну, давай отпускай. Спасибо. Так, это что за орган? Такой интересный. Маяк. Что-то какие-то баги со звуком. Что-то как с похрюкиванием. Сейчас я его как разгоню, как этот, как мячик. Как вмажу в свой же корабль. Нет, имбаунды летят, все у них хорошо. С разных сторон его так подпилим, потом толкнем на астероид и нехай он там тусуется. Да, иди ко мне, иди ко мне, мой сладкий. Это хорошая вещь. Ой, больно. Больно, зато бесплатно. Ну-ка, выпусти. И потом его удалим через панель администрирования. Ну, в смысле, вот этот Space Mastering. Все, полетел он там на астероид, пускай шмякнется и шмякнется. Хорошо. Попилили хорошо. Так, тут мне может имбануть вот в эту сторону, но будем надеяться, этого не произойдет. В общем, экспресс-методом мне нужно будет все вот это удовольствие починить. Чинить конвейерную систему. Да, возможно, жопу немножко мы удлиним, но мне бы очень не хотелось, чтобы она торчала. Вначале основное. Вначале мне нужно спилить свою же вот эту вот антенну, блинскую, которую я воткнул, в самом неподходящем из всех мест, которые мог воткнуть. И сразу же своими руками построим где-нибудь там, где она нам в ближайшую пятилетку не понадобится. Вот так вот. Хорошо? Хорошо. Так, мне нужна антенна, да? Антенна. Куда бы ее воткнуть-то помягче бы? Ну, даже если бы я ее вот сюда вот поставил бы вдоль стеночки, она бы мне бы уже и не мешала бы. Да кабы. Я вот пока ее вот сюда вот воткну. Тут она на генератор кислорода точно никому не помешает. Четыре. Забираем. Забираем. Уносим. Так, вари горшочек. Что-то как печальненько взяло. Маленькие трубы, большие трубы, компьютер и этот. Все, я вас понял. Напилили мы там трубу в себе. Ведро. Так, маленькие трубы есть. Большие трубы есть. Да, девушка, здравствуй. Я по тебе, если честно, скучал. А это уже не лезет. Это нафиг. Это забрать. Это нафиг. Это нафиг. Так, баллон с кислородом. Ай-яй-яй. Фу-фу-фу таким быть. Кхм-кхм. Такс. По-быстренькому сейчас. Компьютеры. Компьютер, компоненты. Да? Компоненты есть. Компьютеры есть. Все, хорошо. Доварили. Даже активно. Даже довольно-таки весело. Да ну тебя нафиг. Туда-сюда, обратно. О, боже, как приятно. Мотор не понадобится. Пластины не понадобятся. 30 сколько с меня хотело. Ой, я много труб взял. Хорошо. 33. Ну ладно, еще разочек. Мне просто сюда уже более не проблематично будет все это загонять. Все, антенна есть. Хорошо. Теперь мне понадобится очень много моторов и... Ой, трубы вот. Навряд ли в таком количестве понадобится. Относительно кислорода. Сейчас восстановим нашу конвейерную систему, которую я тут розенбаундил нечаянно. И, конечно же, мне понадобится пластин, которую я выкинул. М-да. Все, что ли? Пластины есть. Пластин мало. Вот так. Такс. Такс. Е-е-е-е. У меня есть конвейерная система. Теперь по всему кораблю. И почему-то опять голубым цветом. Совершенно не понимаю, почему. И, кстати, вот эта вот продвинутая горелка, она тоже намного эффективнее варит, чем сварщики. Сейчас мы, кстати, одного из них позовем, но вначале, 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 вначале мы все-таки подсосемся. Кислородиком мы заберем пару баллончиков. Так, где мой медпункт? Блин, надо сделать светильники. Чпоньк. Так. Так, Конор Лайт. Конор Лайт. Дабл, 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 дабл. Это вот, наверное, вот эти два. Нет, тот желтый. Вот эти два, да? Да. Наконец-то. Узрел очень интересный цвет. Вот в проекте, в заводу, который я видел. Вот теперь у нас будет тут. Вот как-то так. Оранжевенькое. Потом посмотрим. Если че, смеем. О, как. О, как она. Че хотел? Баллон хотел. Так, отсюда, отсюда, отсюда. Тут у меня все перерабатывается, все хорошо. За исключением того, что один очистительный завод не хочет работать. Так. Не надо камни. Надо выбрасыватель сделать. У меня вниз на него конвейер, в принципе, есть, но не про нашу честь, как говорится. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Сколько у меня урана. Ууу, сколько у меня урана. Это сделали, это сделали, это сделали. Теперь мы позаботимся о том, куда бы мне прикреплять мои корабли. По крайней мере, хотя бы на временной основе. Сейчас мы позовем наш... А, смещание. Позовем наш сварщик. И он, он здесь. Ой, какой же ты тяжелый. Какой же ты тяжелый. Работает? Работает. Надо его облегчить, поэтому сейчас побыстренько тут вот в ходе потолочек подварим. Вот эту вот гранечку. Говори, горшотик. Не, ну в шесть мячков-то он побыстрее, естественно, все это делает. С цветами было немножко поработать, ну ладно. Потом будем все пилить и красить заново. Какой-то у него, кстати, еще и фонарь печальный. Есть фонарь вообще? Есть, но он совсем печальный. Такс. Я в тот раз-то Поварил с вами, а Показать-то, что я сварил, не показал. Как это уже на проварке-то смотрится. Да, что-то у меня тут прям Какие-то зубы. Цветные зубы Организуются потихонечку. Так. Задом не втыкаемся. Не, проваривать нормально все. Вот сейчас вот в этот уголок как-нибудь залезть. Не отломав себе пару трастеров. И будет очень даже весело, ребятушки. Так. Эть. А, нет. Что, все? Нет, один. Один угловой не проварил. Ну ладно, его я как-нибудь сам Своими зубами проварю. Два. Три. Кто больше? Вот здесь вот еще надо этим позаниматься. Немножко. Для общего концепта. Дизайнерского концепта. Сюда, кстати, можно будет эти окна потом поставить. И чтобы вот, как бы, У лайнеров Светилось. Ну что, давайте посмотрим, что у нас Из этого рая вышло. Но если Не брать в расчет, что С цветами накосячил. А цвета мы там поправить, в принципе, можем без проблем. Я тут не сдох еще. Жив. Как ни странно, жив. Так, мне нужно забрать из него все пластины, все лишнее выкинуть. Вот это вот все мне не пригодится пока. Тем более вот это. Ага. Хороший баунд. Сейчас я там ручками подварю немножко. И посмотрим, что выйдет. И покрашу. В общем, черным это должно быть. Это белым, это черным. Все должно быть. Бум, блин. Цвет спутал. Ладно, вот эту площадь мне проще будет покрасить. Бум. Я сказал, бум. Все будет черным. А это уже белым закрасим обратно. А может быть, каким другим цветом. Но это уже, как говорится, не так принципиально и важно. Так, 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 так. И в принципе, чем дальше, тем мне больше начинает нравиться свой корабль. Но, как бы я его не возненавидел в конце постройки. Вот такая вот грань получилась. Очень даже. Очень даже очень. Вторым крылом некогда пока заниматься. Если честно. Это я уж как-нибудь закадровал и без вас. Займемся. У меня до сих пор, кстати, не протянута конвейерная система. И я до сих пор даже не знаю, как ее туда протянуть. Отпускай. Отпускай, противная. Смотрите, слышите, сколько музык. Какофония. Так, надо поглядывать. Чтоб никакие злобные пираты ко мне не прилетели еще раз на помощь. Так. Хм. Вполне. Вполне. Так, ты у меня сейчас куда-нибудь пойдешь понежнее куда-нибудь. Ну, залезь. Вот это вот тоже баг, что хрен, в кабину залезешь. То он ее варить хочет и все. Так, ты у меня понежнее вот сюда вот улетишь тогда. Ч-ч-ч, тихо. А мне нужен сварщик, чтобы дно проварить. Сварщик. Куда я тебя делал? Вот он. Светит мой. Ясный. Как я уже на планетку хочу? А что, та фигня вот отскочила от метеора и улетела, да? А где моя нога? Или это с ногой? Или мне ногу разинбаундил? Бедный кактус. А, нет. С ногой все хорошо. У ноги что-то вынесло, видать, ударом кабину. И стало совсем и печально, и грустно. Инбаунды летят. Без девушки мне тут скучно. В таком бескрайнем космосе. Вот сейчас и будет проверка на то, нормально ли у меня размер двери. Да, вполне меня устраивает. Так, горшочек варить. И мы его далеко отсюда убирать не будем, и тогда здесь сейчас сделаем несколько присосок. Таких вот. Надо бы, конечно, пролететь. Вот здесь вот полы. В принципе, я согласен с идеей удлинить немножко то, что я только что проварил. И мне это надо, в принципе, для видимости концепта. А потом переделать-то я это уж корабль из тяжелых блоков в легкие переделал. Так что, меня такое не пугает. Совершенно. Вот эти вот все переделочки. Главное сейчас не снести ничего. Вот с этими вот пролагами дикими. Так. Герметизируемся. И как только у меня хоть как-то это начнет летать, я улечу на планету. Я понимаю, что в космосе проще собирать такие корабли, но мне уже, если честно, эта чернота надоела. Там мы можем еще что-нибудь интересное придумать. Я думаю, все будет нормально. Ладно, достаточно пока. Пусть стоит в углу. Он сегодня наказан. Где он мне? А, вот он. Что? Оу. Тут тоже кто-то накосятил с цветом. Кто-то тут накосятил с цветом. Видите, в принципе, немедленнее, чем этот варю. А должен такой вот промышленный сварщик это делать мгновенно и на большом диаметре. Вот, у нас уже появились половины, но, к сожалению, генератора гравитации мне не хватает. Чтобы... Надо, кстати, этим... Об этом позаботиться. Куда-нибудь вот сюда вот генераторик воткнуть. Ге. Генераторик. Гравитации. Пусть будет. Он тоже у меня сегодня будет наказан. Компоненты гравитационного генератора. Ну, это... Тут у меня присоска рядом, поэтому... Шесть штук мне надо. Хорошо, есть. Че еще от меня хотел-то? Пластины есть. А, не помню. Че-то от меня хотело. Ладно, посмотрим. Не так долго это у нас занимает. Строительство. Большую трубу и 24 компьютера. В тебе есть? В тебе по-любому все есть. Большую трубу и ведрич компьютеров. Все есть. У нас генератор гравитации. О, 1G. 1G завезли. В общем, теперь мне нужно как-то, как-то вот снизу. Снизу, снизу. А как же я это помечу? Помечу я это очень легко. Вот так. Другим цветом. Фук. И второй. Фук. Оп, полетели. Моя плоскодоночка. Вот, значит, вход у нас вот здесь. Небольшой расчет. Ой, блин, это у меня еще есть тяжелая броня. Игра. Ну-ка, не лагай в такие моменты. Важные. Кто сейчас мне выпилит нахрен все, что можно было и нельзя. Вот тут у меня дырочка есть такая хитрая. Сейчас я лишнюю выкину. Для меня слишком дорого достаются все эти ингредиенты. Конструкторские. Так, это мне не понадобится, это мне не понадобится, это мне не понадобится. А, это пусть будет. Что-то сегодня какая-то музычка злобная. Ага. Посмотрим, что мне нужно на трубы. На трубы, моторы, пластины, компоненты, пластины. То есть мне нужно ведрище пластин просто, немерено. Компонентов и моторов. Ага. Все, нормально. Да-да-да. Девушка, попадешь мне вот в это крыло, и я тебя... Бедная ракетница, такая голодная, крутится. Не закинул в нее еще ракет. Но это и к лучшему, потому что она встретила бы какой-нибудь мой тяжелый корабль. Есть! Оу, вау! Ты че дерешься-то? Конвейерная система. Обратите внимание, сейчас даже подсвечу, какие теперь страшные лот-объекты стали. Вот так вот выглядит у нас на деф-версии лот-объект трастера. А это вот у нас прожектор. Ну, прожектор-то еще терпим. Аккумулятор как был квадратным, так и остался. Пока пусть будет желтым. Я согласен на это. Но это вообще, это жуть. Маленькая стальная трубочка. А я уже проварил. Ага, нифига я сквозь нее взять могу. Век живи, век учись, дураком помрешь. Есть у нас дырочка. Отверстие. Для вывода через дно. Дно не будет таким плоским. Однозначно я что-то настрою. Будет двухэтажным дно. Думаю, вот здесь вот конвейер мы воткнем. С вами, дорогие мои друзья. Вот здесь. Для кактуса где-нибудь вот здесь. А, для кактуса, в принципе, и конверт нафиг не нужен. Мне просто нужна присосочка. Так, грузовые, транспортные, коннектор. Желтенькая присосочка. Будь зелененькой. Зелененькая, я сказал. Страшненькая. Как всегда, компьютеров не хватает. Но это не страшно. И мы с вами сегодня молодцы. Так много успели. Сказал, игра так хренак на рабочий стол. Все. Ой, все. Это для кактуса. Тут это все-таки все через конвейеры сделаем. Пусть будут зелеными фиг с вами. Фиг файми. Пойдет. А зачем мне он нужен, чтобы торчал? Вот теоретически незачем. Это не обращать внимания, это я туплю. Это не игра тупит, это я уже туплю. Так, мне нужно, чтобы они... Нет. Все-таки. Мне нужно, чтобы они были утоплены. Простите. В общем, дыры есть. Будем протягивать конвейерную систему. Нет. Ну давайте желтенькую уж тогда. Тык, тык, тык. Ну. Труба. Труба. Экс, тэкс, тэкс, тэкс. Еще. Ты че, дуру что ли? Блин. Вот написал, кстати, на форуме разработчикам. Я говорю, добавьте кнопку, пожалуйста, блокирования поворотов, вот если у меня в таком я нажал кнопочку, у меня поворот заблокировался, то есть куда бы я ни ставил у меня всегда будет вот в таком положении эта труба это относится вот к угловым блокам, к всему, промолчали гордо просопели и промолчали типа недостоин Ладненько, мы все равно быстрее сварщиков варим, поэтому проварим все рукам Че такая мулечка-то злобная? Нет никого, нет никого Че-то она какая-то неконтекстуальная и вот эта вот кнопочка она бы очень сильно бы пригодилась Почему теперь камера не вызывается? Так, ты у меня... Ой-ой-ой-ой, как я больно стукнул У меня летишь вниз Да, надо ему еще гироскопчик добавить потому что когда он тяжелый, он не поворачивается Это теперь фриз Вот представляете, мне надо вот под углом поставить Ну сейчас даже продемонстрирую, чтобы вы понимали про что я пытаюсь говорить Вот мне нужно поставить Треугольный блок, потом угловой блок Я беру Ctrl-P Взяли Я беру треугольник Треугольник я сказал Поставил Да что ты залагал-то Успокойся Ай Вот, у меня был треугольник, да? Теперь я сюда вот беру из блоков Этот же треугольник, вот следующий, который мне нужен Ориентирую его Как мне надо Вот Поставил Переключаюсь на треугольник Видите? А вот мне надо было бы, чтобы он был бы зафиксирован Вот как я его вот этот поставил Чтобы он больше не крутился никогда Через раз Вот Опять, пожалуйста, видите как остается То есть он не запоминает Что я хочу И это очень сильно Усложняет строительство Просто Неимоверно усложняет строительство Так бы Вот Видите? В другую сторону Блин Вот С этими повертушками Поэтому вот Основные такие конструкции Я за кадром и строю Потому что Сейчас смотреть на то Как я буду Этим заниматься Непотребством Тут меня подсосет хоть чем-нибудь Энергии только Жанка Полчаса даже Смотреть как вот это вот вертание А оно еще и бомбить начинает Вы не представляете Как я начинаю бомбить Когда это все Ооо Тут Жуть вообще Так Берем все это лишнее Солнышко светит Птички поют В общем как-то так И кстати убрали режим строительства Из Наших Прям с корабля Можно было строить Когда-то В далеких-далеких Далекой-далекой галактике Так что я хотел Ну ты большая сетка Ты честное слово Большая сетка Так Труба Повернись Повернись ко мне Избушка-избушка Повернись ко мне Передом К лесу задом В общем если вот эти вот все Вещи Кривая Раз-два Раз-два Поворот Нет Нормально Если все эти вещи зафиксят Вот хотя бы для удобства строительства Строительство просто преобразится Намного преобразится Конечно это можно все обыграть блоками двери Но опять же В начале Корпус Корабля Летающий А потом уже Все тонкости И конечно бы хотелось Чтобы сварщики Хотя бы на три блока варили А не на два И поэффективней Ну Ты доваришь сегодня его или нет Видите с какой скоростью проваривают Это же жуть Это жуть дорогие мои друзья И вот это вот кстати Вот то что вы сейчас видите Это нет Это не свет Это свет в моем лбу Лбе Все ты фиксили И это опять отломали Ну ладно Мне со своим светильником даже удобнее Чем с этими прожекторами Которые почему-то При большой Дальности Варят Фу варят Показывают То что вблизи не показывают Если быть точнее Так Так у меня есть сварщик У меня есть резак У меня есть кактус Нога сверху может постоять Надо же Мы сделали это И теперь мы сможем Это все удовольствие подзаряжать Естественно А у меня еще есть бур Бур А Шлем снял что ли Где он А че я Подыхаю ты Ты чего Пойду ка я туда залечу Пойду ка я туда залечу Чтобы если уж Помирать Так говорится С музыкой Сейчас я сяду на присосочку Это наполнит мне Кислородом В чем проблема У меня есть кислород Что то я по моему Что то не то делаю Ой какие тени страшные Какие тени страшные Да Усковат немножко ворота Ну ладно Корабли помещаются И на том спасибо Где моя посадочная Где мой посадочный Сусок Вижу Какой нибудь Контейнер Самый главный В котором у меня Все-все-все Сделаем Сделай джага-джага Есть Так Почему я помираю Ты дурной что ли А че он Правда Он же в шкафандре Меня Отпинали невидимые Привидения Ребятушки Это че Это все время Теперь так Что это Фантастика Какая то Ту бред Блин О господи Инженеры Что с вами не так Когда с вами станет Все хорошо Так берем управление Как то Надо полечиться Кстати В честь такого праздничка В честь такой пьянки Нравится мне Как здесь переходик Наверное Вот Надо продолжить Вот эту стеночку Вот здесь Наверное Точно надо будет Чуть-чуть удлинить Мне бы Очень бы хотелось Не Ну здесь Вот такой вот угол Это совсем Не феншуй Не феншуйный угол Повернись Инбаунд Чтоб не сносить Хотя бы Свои сундуки Уже было бы Очень неплохо И вот Про то Что я говорил И говоришь им Не говоришь им Пишешь Не пишешь Это не является багом А кстати Вы заметили Дорогие друзья Что в ближайшие Полгода Нас Кроме квадратных блоков То и больше Ничем и не радовали Если взять К сравнению Тот же Осирис Нью Даун В котором Ты бегаешь По планете Тебе страшно Тебя сожрут Тут одни волки Которые печальные Тут нет никаких Песчаных червей Как-то контент Не расширяется Если на то Дело пошло Только баг Фиксится Отпусти И притом Вот это Рендер Оптимизейшн Я уже показывал Как это Произошла Эта оптимизация Рендера На что мне ответили Что работа С лод Объектами Ждите на следующей Неделе То есть в этой Неделе нам Сломали лод Объекты А на следующей Неделе нам Их добавят Обязательно Обратно И напишут Фикс Фикс Отдельной строчкой Буду вот Специально ждать Четверга Чтобы записать Для вас Новости обновлений Что я хотел-то Я вылечиться Хотел И уже Наверное Надо потихонечку Заканчивать Мы сегодня Проварили Молодцы Очень много Сделали Генератор И где мы Все-таки Кактус 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 К сожалению Разработчик забил И кактусу Больше не будет Умного Никакого Подобного Скрипта На Дрон Который бы За вами Следовал Я еще Пока не нашел К сожалению Вот просто Следовать И все Будем ждать Пока Один Из Игроков Спейс-инженеров И скриптер Напишет Он пишет Скрипт На Управляемые Ракеты Которые За счет Райкаста Это все Делают Будем ждать И переделать Скрипт Под нас Сейчас как Звякнуть Воротину За счет Таких Пролагов Какая Странная Поза Была Да Кстати Ребятушки Профиксили Вышел Хотфикс Теперь Можно Выходить В кабине Если Осторожно Но я Все Таки Предпочитаю Не выходить В кабине Если Раз Заехал Это Баг Значит Он Теперь Будет Нас Преследовать Еще Ближайшие Полгода Как Роторы Как И все 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 Остальное И теперь Так Печально Еще Присасывается Этот Криво Постоянно Да Нет Нормально Здравствуй Мой Друг А мы Идем Лечиться Все У нас Хорошо Теперь Как Только Я Смог Зафиксировать Все Свои Корабли Ну Кроме Бура Бура Наверное Тоже Наверх Будет Парковаться Потому Что Это Боевая Единица И И И Такая У меня База И Прикольный Свет Надо Потемнее Сделать Немножко Кровати Не хватает Мы Обязательно Поставим Здесь Кровать Есть У меня Тут Под рукой Хоть Кровать Так Нет Нет Кровати У нас Тут Тоже К сожалению Пока Нет Мы Люди Гордые Нет Резьбы Нарежем Теперь У нас Появилась Кровать Ее Мать Ну что Ж Мои Дорогие Друзья Уважаемые Подписчики Кто Не Подписан Обязательно Подписывайтесь Будет Еще Очень Много Всего Интересного Когда Нибудь Мы Достроим С вами Этот Корабль Он У нас Как Вы Видите Довольно Таки Простите Не Первый Час Записи Он У 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 Треугольный И На мой Взгляд Должен Получиться Очень Даже Неплохим Ну Не Знаю Относительно Выдвинуть Не Выдвинуть Давайте Еще Подумаем Если Выдвинуть То Вот До Сюда Ну Мне Кажется Эта Ситуация Не Сильно Исправит Ну Ангар Мне Адекватно Расширит Но и с единственной фигнёй, что у меня будет за этой гранью низ торчать. То есть он коробкой вот так будет торчать. Что мне, в принципе, феншую может не добавить. Плюс у меня практически нет тяговых трастеров. У меня эта фигня не летает. Мне надо срочно проваривать вот этот трастер. Добавлять сюда трастеры. Сюда, скорее всего, будут добавляться... Всё, охрип. Пипец. Сюда, скорее всего, будут добавляться водородные. Потому что у меня хотелось бы, чтобы мой корабль вот как-то так летал ещё и над планетами. Это будет мой основной дом. Но тут, конечно, печально. Плюс я хотел ещё цук поварить. Но, как вы видите... Я увидел сегодня в процессе... Тьфу, в процессе. Всё, уже заговариваюсь. В проекте, которого вы ещё не видели. Там на заводе очень интересно вот эта вот будка была сделана. И данный дизайнерский ход я хотел бы себе всё-таки упереть. Я как бы начал, и форма вроде похожая. Да, кстати, я тут запилил сюда. Чтоб... Чтоб двигалось. А ещё очень мне очень сильно интересно... Прям дико интересно всё-таки, что там за текстура на том астероиде. Помните, мы пролетали в той серии, когда за пиратцами летали? Вот тот белый астероид. Я понимаю, что я весь дымю. После боевой. Мне очень уж больно интересно, что у нас теперь вот это стало за текстура. Много времени это не займёт, но... Сам не подлетал, честное слово. Вот это вот, по сути дела, я вижу, это лёд. Кусочек. То ли оно прорисуется, то ли оно не прорисуется. Вот в чём вопрос. Пока что белый. Так, давайте. Не будем так. Разгоняться. Конечно, понимаю, что я лёгкий бур. Но не настолько. Да, она прорисовалась. Это просто ещё лот объекта относится и к... И к... И к... И взлетай. Вот теперь я чувствую, что... Чувствуют пилоты самолётов. Да, текстурка обыкновенная совершенно. Это бяда, только... О, золото. Ммм, ням-ням-ням. Нужно больше золота. Нужно построить зекурат. Какой он покусанный, смотрите. Раньше такие вот астероиды я первый раз вижу. Ну, игра своим лагом мне тонко намекает, что пора заканчивать всё это. Недоразумение, простите. Ведь золото же. Где у меня детектор-то? А, у меня же всё скрыто. Да. Нет. Айрон, никель. А ты кто? Это никель? Что? Ты никель? Что это у меня... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как я побурел. Буру-8 не работает. Ну, буру-8 тоже досталось. Очень сильно. Что правда никель? Никель. Так, ну а что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики. Вот. Помните, я вам говорил про... Они профиксили в новостях обновлений тряску камеры. Побурели, 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 побурели. Нет. Это, наверное, когда с камер переключаешься на... Этот. Бэм! Вот это вот профикшенная тряска камеры. Ну, а с вами был ДФ. Подключайте ваши отблоки, подписывайтесь, кто ещё не подписан. Будет всего много очень интересного. А всем приятной игры. Всем до новых встреч. Всем побольше FPS, поменьше лагов, поменьше бэксов. Багов. Хороших игр и весёлого настроения. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Шлем снимать не буду. Ну, смотрите, я стою как на льве. Видели такую статую? На поверженном льве. Пока-пока.